И, собственно, не гостями, а после такого лирического вступления, внедряя в начале нашего блока, который называется «Якутск сегодня» или «Якутск 107.1», Ерума, река течёт тебе, приступаем к лирическому разговору с заместителем начальника управления ГАИ по республике, Львом Владимировичем Рабиновичем, который у нас сегодня в студии. И поскольку конец января, вернее, традиционное время отчёта республиканского ГАИ, ну, наверное, всё-таки мы затронем тему отчётов ГАИ, да, но хотелось бы начать конкретно с частных случаев. В частности, это, конечно, плановые работы по повышению уровня безопасности дорожного движения. У всех на слуху, скажем так, та оперативность, которую сотрудники Якутского ГИБДД воспользовались новым административным положением о штрафах за незаконные пассажироперевозки, да, о том, что штрафы за индрайверство, скажем так, повысились до 50 рублей, Лев Владимирович. Вот давайте вот с этого начнём, с частности такого. Так, добрый день. Ну, я хотел бы так для начала нашей встречи озвучить всё-таки, как мы закончили 15-й год. А я хотел расширенно вот... Ну, я думаю, расширенно мы будем вечером разговаривать более подробно обо всём. Я могу сказать, что итоги года, значит, у нас аварийность на территории республики, это сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, количество погибших с тяжкими последствиями, и, конечно, традиционная третья цифра наша, это количество раненых тоже снижение. Однако тут стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие с нетрезвым водителем, водителями, которое послужило одной из причин управления транспортом в состоянии алкогольного пенения, имеет незначительный, но рост. При этом количество задержанных водителей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года тоже имеет тенденцию роста. Значит, составление административных материалов за нарушение правил дорожного общее уже за 300 тысяч. Это, конечно, много. 300 тысяч штрафов за год? 300 тысяч административных нарушений за год. Значит, это тоже имеет тенденцию плюс, то есть выявляемость. И это не только можно, может, наши радиослушатели подумать и граждане, горожане наши о том, что мы манипулируем этими цифрами, связанными с фотофиксацией. Тут я бы не сказал так. Нарушение правил дорожного движения есть нарушение. И количество задержанных водителей в состоянии алкогольного пенения тоже возросло. У нас есть конкретные примеры по дорожно-транспортным происшествия в состоянии алкогольного пенения. Я тоже думаю, что вечером меня послушают. Я приду к вам в студию с моими коллегами. И, значит, мы изложим всю позицию госавтоинспекции, применяемые меры. То, что касается, ну, тема такая, как перевозки пассажиров. Ну, конечно, все мы видим, что у нас основная масса водителей, так называемых такси нелегалов, продолжает перевозить пассажиров. Но, как сказать, даже как гражданин, не как сотрудник госавтоинспекции, могу сказать, что мы порой для того, чтобы определить быстроту нашего перемещения, переезда куда, или, значит, низкую стоимость проезда, забываем о главном, о личной безопасности. Ведь эти водители, как правило, ну, не имеют большого опыта управления транспортом в наших зимних условиях. Мы видим все, что это в основном из ближнего зарубежья граждане, которые управляют транспортными средствами. В большинстве случаев эти транспортные средства не отвечают даже техническим требованиям, в каком они состоянии, мы тоже видим. И вопрос о обеспечении безопасности данным вида перевозки пассажиров, он очень остостроит. Сейчас во исполнении, значит, решений руководства МВД, поддержки министра, мы проводим плановые мероприятия по выявлению этих таксистов, рейды. Ну, что я могу сказать в качестве рекомендации? Ну, тоже хочу подсказать, что подробнее мы поговорим вечером всю нормативно-правовую базу этого, как говорится, факта. Но я бы хотел рекомендовать и владельцам этих транспортных средств все-таки юридически оформить это все, зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, принять меры к состоянию техническому транспортного средства. И самое главное – это режимы отдыха водителя. Мы же понимаем прекрасно, что они работают практически без сна, врач их не проверяет, и когда начинаем их, как говорится, предъявлять им какие-то претензии, они начинают всякие уловки, это мы договорились, это, значит, мы не перевозим. Это нонсенс какой-то. Лев Владимирович Рабинович, заместитель начальника управления ГИБДД по республике, советует им, драйверам, высыпаться больше. Больше, да. Поскольку у них все-таки плановый осмотр врача и так далее, это не факт, что присутствует, скажем так. Да, и я бы не рекомендовал вообще этим заниматься. Нужно соблюдать законы Российской Федерации. На незаконной основе, то есть в отсутствии лицензии, патентов и так далее, личная рекомендация, не занимайтесь этим, граждане Бомбилы. Все-таки, Лев Владимирович, тут правовая какая-то коллизия получается. Уфас недавно проиграл в суде претензию к программе самой «Индрайвер», через которую осуществляется подбор пассажиров и так далее. Ну, согласен, это доска, это забор, на котором написано, я поеду туда, а проходящий мимо говорит, ох, хорошо, я согласен, за 50 рублей поеду туда. Там много таких правовых коллизий, да, то есть вот эта сделка, когда совершается, когда в момент передачи денег, или когда сажусь в машину, или должно ли быть там обязательно детское удерживающее устройство, если едет, допустим, с ребенком и так далее. О всех вот этих аспектах мы поговорим еще раз вечером. Вечером поговорим, ну, естественно, он как водитель, ну, будем так говорить, водитель, для начала, не такси водитель, а просто водитель, он обязан соблюдать все правила дорожного движения в соответствии с законом Российской Федерации. У него должно быть удерживающее устройство, пассажиры должны быть пристегнуты, транспортные средства должны отвечать требованиям безопасности и его состояние здоровья, в том числе и режим его отдыха должен соответствовать. Он должен трезво оценивать обстановку, он должен иметь опыт вождения, ну, не говоря уже о таких вопросах, как водительское удостоверение, ну, и прочее, прочее, прочее. Как командующий силами ГИБДД в этой нелегкой борьбе, хватит ли инспекторов на каждого, скажем так, бомбилу, выяснять режим его сна? Дмитрий, я заместитель командующего силами ГИБДД. Один из членов штаба, генерального штаба, скажем так. Генерального штаба, будем так, пошутили. Значит, я думаю, что у нас силы хватит. Сил хватит. Да. Мы будем стремиться к этому, чтобы все-таки навести в этом вопросе порядок. А у нас телефонный звоночек от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Ага, и гудки такие, да, приятно очень, да, здравствуйте. И мне было, скажем так, нам-то как приятно. Лев Леонидович, двигаемся дальше. Хорошо. Что с автобусниками? Все-таки хотел бы в этой связи затронуть также инцидент, который, дорожно-транспортное происшествие, которое произошло с участием нашего коллеги, в связи с которым, ну, был довольно-таки большой общественный резонанс. Это, то есть, там была и... Ну, я не буду говорить, я не судья и никто, да? Значит, Кирова Лермонтова. Кирова Лермонтова, да. Я могу очень коротко вам сказать, как должностное лицо госавтоинспекции, как водитель и как должностное лицо, еще раз повторяюсь. Значит, там следствие проводило, мы следственные мероприятия не проводим, еще раз. Значит, там есть решение суда, в котором все определено, кто виноват, кто не виноват, возбуждено в рамках расследования уголовного дела. Ну, не могу вам сказать другого, то, что я уже сказал. Все в рамках закона сделано. Остальное вопрос... Есть приговор? Нет, там аспект такой. ГИБДД должны выступать главным нагибателем всех участников дорожного движения, включая общественный транспорт, которому мы немалую часть уделим, кстати. Вот этот беспредел автобусников. Минуточку, Дмитрий. Ну, во-первых, по итогам проведения следствия, следователь, должностное лицо направит соответствующие материалы. И помимо этого, мы ежедневно уделяем внимание этому. Но, к сожалению, факт есть налицо. И сейчас что-либо говорить я не видел ни решения суда, ни материалов следствия. Я не занимаюсь этим, поэтому я не готов ответить. Но меры к приведению порядка пассажирских перевозок со стороны госавтоинспекции и также перевозки, в том числе и наших основных, как мы и говорим, в кавычках наших пассажиров, это детей, школьные автобусы, применяются в полном объеме. Есть, конечно, отдельные вопросы и связанные с выполнением федерального закона со стороны должностных лиц, которые осуществляют и, говорится, будем говорить, как заказывают эти перевозки. Это тоже вопрос есть, но занимаемся мы в полном объеме. В полном объеме. Давайте мы сейчас... Все-таки вот дозвонился товарищ, который в гудками ответил, наверное. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Олег, я с Нижнего Бестяка. У меня такой вопрос к сотруднику. Какие права должны... Точнее, что должны иметь при себе инспектор ГИБДД при проверке транспортных средств, которые перевозят опасные грузы? Например, меня вот на въезде в Нижний Бестяк остановили сотрудники, начали проверять документы. Во время этого ко мне сзади, меня, точнее, въехали. Сотрудники ничего не объяснили, еще все, собрались, уехали. И так же остался я виноватым. Потому что я при въезде в населенный пункт с опасным грузом стоял, считаю. Нет, но тут же... Тут же сзади, кто сзади, тот и папа, да, получается. Тут другой разговор совсем. Причем здесь сотрудник ГАИ. Значит, какие документы он должен иметь? Он должен иметь внешний вид в соответствии с требованиями законодательства. То есть я могу попросить у вас форму? Нет, минуточку. Если необходимость есть, он имеет служебное удостоверение, нагрудный знак. Тут вопросов нет. А то, что кто-то, извините, сзади, как говорится, догнал, въехал в стоящую машину, тут это уже вопросы административные. Надо посмотреть, какие обстоятельства, какие выставлен ли был знак, имелись ли у вас осветительные приборы, я же, говорит, был виноват. Тут надо разбираться. Пожалуйста, напишите в письменном виде, обратитесь, мы разберемся и дадим вам ответ. Нижний бестях это перевозка опасных грузов. Нижний бестях. Пожалуйста. Возьмите на заметку. Возьмем на заметку. Ситуативно так. Останавливают меня и аспекты. Я же не буду там треугольник-то уставлять. Ну, понятно. Это же знак аварийной остановки. Это не знак остановки транспортного средства для проведения каких-то действий. Вы имеете в виду габаритные огни, да? Ну, габаритные огни. Там много причин может быть. Надо смотреть и улично-дорожную сеть, скользкость и прочее. Скорость того движения, опыт водителя. Там масса. Пожалуйста, обратитесь, в письменном виде мы рассмотрим. Люди, звоните. Вот тут у вас шикарная возможность, скажем так, виртуальная такая приемная. Льва Владимирович Рабиновича. В прямом эфире. 32.00.11. Вернее, 32.00.66. 32.11.66. И я хотел бы вернуться все-таки. Лев Владимирович, кого больше? Автобусов? Или таксистов? Ну, по крайней мере, в Якутске. У нас Якутск сегодня, Якутск-107.1. Ну, понятно. В городе, ну, мы можем говорить только про официально зарегистрированную службу такси. Конечно. Конечно, количество автобусов? Больше. Больше. Но у нас ведь столько неофициальных. А основы, скажем так, на оперативных данных, которые, ну, не попадают? Ну, оперативные данные вы имеете в виду какие? Ну, количество, допустим, обрабатывая информацию от того же Индрайвера, того же Максима и так далее. Ну, конечно... Основываясь на гигантском опыте, скажем так, советского офицера дорожного движения. Ну, я могу сказать, что... Безопасность. Гигантский опыт тут ни при чем. Нет, как почему? Вы же распознаете бомбилу сразу? Мы распознаем его сразу, конечно, но очень сложно юридически доказать, бомбил он или нет. И какую тут систему учета вести, пока не ясно. Факт передачи денег, ну, сейчас данный момент разрабатывается, уже технология всех этих с привлечением сотрудника УБЭП. Для того, чтобы юридически составить документ нарушения закона и передачи денежных средств и несоблюдения статьи, обеспечивая безопасность. Это тоже. То есть вам еще УБЭПовцев надо возить? Да еще один телефонный звонок. У нас люди пользуются моментом, звонят. Владимир Владимирович, да, говорите. Алло, здравствуйте. 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 Угу. Видимо, так. Ну, получается, да. Получается, да. Превышение норм ожидания, скажем так, предъявления технического... Ну, решение о лишении вас специального права управлять транспортным средством принял судья. Судья рассматривает все в объективные, субъективные. Это решение принимает судья, не сотрудники БДД. Это, кстати, одно из основополагающих, кстати. Поэтому вы имели полное юридическое право обжаловать это. Обжаловали или нет, я, к сожалению, не знаю. Поэтому я не готов ответить. Раз решение принял судья и решил вас право управления за отказ. Человек хочет сказать, Лев Владимирович, обеспечить своих офицеров трубочками. Значит, ну, обеспеченность трубочками, алкотестерами. У нас, в принципе, 100% таких проблем стратегических нет. Ну, тут надо смотреть на обстоятельства, особенности людей и прочее. И второй телефонный звонок сразу. Говорите. Спасибо. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Насчет автобусов. Очень, ну, когда вот от остановок отъезжают, очень задымленность такая большая. Почему, как бы, вот... Трубы наверх. Трубы наверх. Да, поняли, поняли вопрос. Сразу у нас еще второй. Давайте запишем. Трубы наверх. И говорите, говорите. А, положили трубочку. Хорошо. Трубы наверх. Это давняя история. Да. Значит, если вы помните... Нарушение этих регламентов. Да. Если вы помните, что управлением ГИБДД было инициировано этот вопрос поднятия труб наверх. Выхлопных имеется в виду. Значит, однако, все это было обжаловано и отменено. Наши вопросы, направление этих материалов по инстанции, как положено, в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения, изменения в техническом регламенте и применительно к нашим условиям были отклонены по техническим характеристикам транспортных средств. То есть, это нарушение конструктива транспортных средств. Что-то такое же было. Да, федеральное законодательство, оно противоречит этому. И телефонный звоночек у нас еще. Говорите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вот вопрос насчет знака у нас вот. Ну, возле двора повесили знак года два назад. Лермонтова, 58, друг 2. Озеро Щерца. Ну, там автобусы ходили в Дохсун. Конечно, семерки была. Сейчас семерка не ходит туда. А знак, тем не менее, остался. Ну, вот главная дорога туда, в Дохсун, поворачивает. А никто не слушает. Ну, мало кто слушает этот знак. Ну, знак висит, да? Да. Можно ли его спилить? Ну, как? Ну, суть-то такая же, да? Ну, это самое... Или, вернее, вы говорите, Лев Владимирович, скажите своему сотруднику, что приехали и сняли этот знак. Ну, людей путает этот знак, поэтому почти каждый день тут машины бьются. Все поняли. Я ваше обращение принял, я дам поручение, посмотрят. Примем меры. Спасибо. Пользуется ваша виртуальная приемная, Лев Владимирович, популярностью. Такого количества звонка я давно не видел. Да, мы слушаем вас. Алло, еще раз здравствуйте. Это снова с Нижнего Бестяха. Да. И еще один, ну, пару вопросов таких. Любой инспектор имеет право проверять транспортные средства, перевозящие опасный груз? Или вот раньше времена были, что инспектор тоже должны были дополгивать? Нет, ну... И по тахографам. Можно сейчас узнать по тахографу? Тоже как должен вести себя инспектор при проверке наличия тахографа на транспортном средстве? Нет, ну, если тахограф у вас установлен или не установлен, это раз. Во-вторых, есть карточка специальная для проверки. То, что касается дополг, если у вас есть свидетельство, покажите инспектору ДПС. Есть свидетельство о перевозке? Тут я не вижу никаких проблем. Специального какого-то разрешения у инспектора проверить ваши документы или нет? Нет, в смысле, проверять особо опасные грузы стоит один инспектор, а проверять обычную машину вторую. Такого нет, конечно, тоже по логике, да? Или там на стационарных, вот тем более стационарных, потому что давно нет. И еще один телефонный звонок, я тут дирижером ГИБДД прямо выступаю. Говорите. Еще раз, здравствуйте. Я вот хочу насчет автобусов, выхлопных систем этих вернуться. А в городе Нерингре такой момент присутствует. Вот недавно был я там. Там большинство автобусов с такой выхлопными трубами. И не только в Нерингре. В других городах тоже в Тюмени, кстати. Ну, я могу на этот вопрос ответить еще раз. Это запрещено техническим регламентом. По каким принципам, что сделано? Ну, в Нерингре я уточню, я не готов ответить, не знаю. Да, да, да. Еще берем телефонные звонки. В прямом эфире заместитель начальника руководителя управления ГИБДД по республике Сахай-Якуте, Лев Владимирович. Да, говорите. Говорите. У меня такой вопрос. Вот по ГИБДД отъезжающего с остановки автобуса должны же пропускать. А у нас в Якутске вообще никто не пропускает. Это что? Это автобусники звонят, да? Здравствуйте. Очень приятно, кстати, что автобусники звонят. По-моему, отменили же. Да, этот вопрос. Приоритет. Приоритет. Это раз. Во-вторых, ну, культура вождения должна быть. Все-таки, на мой взгляд. Потом карманы у нас рассчитаны на два, на три автобуса. Сколько туда набивается? Тоже есть проблемы с вопросом организации, но преимущества никакого в этом нет. Хорошо. Техническая составляющая. Еще очень много вопросов по новой системе в виде фиксации нарушений. Вот, в частности, на Петровского, Аюнского, да? Когда система заработает в полную мощность, и она, кстати же, не одна такая будет, на более-менее значимых перекрестках. Давайте об этом немножко. Я очень коротко отвечу. Письм счастья, говорят, завалило. Значит, письма счастья есть. Вопросы по этому, именно перекрестку, значит, обращений очень много. Но хочу сказать, что там сделано все в соответствии с правилами дорожного движения. Выбран этот перекресток неспроста именно этот. Мы помним резонансное дорожно-транспортное происшествие именно на этом, даже когда малолетний ребенок там погиб, который вылетел с машины. Ну, там сопутствующая, значит, магистраль идет. Поэтому установка этого всего с соблюдением всех технических требований. Что еще хочу сказать? Что более подробно, где это будет, ну, еще планируем, конечно, эта система. И эта система будет работать, ну, будем стремиться на каждом перекрестке. Ну, это технически сложно, финансово, конечно, но поддержка у нас со стороны республики, со стороны МВД и министра есть в этом вопросе. Будем дисциплинировать водительский состав и соблюдение требований проезда этих перекрестков. Там же целый комплекс. Вечером поговорим. Со мной будет... И пара буквально слов насчет, ну, не конфликта с городскими властями, насчет одностороннего Амосова. Нет, никакого там конфликта нету. Значит, предложение было внесено на комиссию по безопасности дорожного движения, одностороннем движении по улице Амосова. Но, значит, было решение городской комиссии в том, чтобы провести тестирование этой улицы с привлечением, значит, студентов в факультет автодорожной для того, чтобы юридически все это дело подтвердить, и определенность какая-то была об интенсивности движения. Там же, это же целая наука, там комплекс... Параметры снять. Параметры снять. И уже будет тогда рассмотрено решение. Хорошо. Я напоминаю нашим телезрителям, что вечером в 19.30 на каналах НВК Саха и Саха-24 состоится расширенная программа «Не пропустите главное», которое будет посвящено традиционно в рамках моей журналистской деятельности взаимодействию с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Я уже начал к итогу, скажем так, шквала вот этих звонков заикаться немножко. И вечером Лев Рабинович с коллегами, которые отвечают за различные направления деятельности ГАИ, будут отвечать на ваши вопросы. И в частности о безопасности пассажирских перевозок как общественным транспортом, так и таксомоторных службах. И так что включайтесь, включайтесь в наш процесс. Спасибо, Львов Владимирович, что в понедельник утром выбрались и устроили тут установочную такую сессию для вечернего эфира. Спасибо вам огромное от лица канала Саха-24 и от Саха-радио. И мы надеемся, что наше сотрудничество с ГАИ будет таким же плодотворным, своеобразным таким, в хорошем смысле. Спасибо еще раз, увидимся вечером. Спасибо, всего доброго.